Бюджетные изменения плана по ремонту дорог на следующий год и отлов диких собак. Депутаты городского совета провели первое заседание осенней сессии. Ольга Качкурова с подробностями. Начали с позитива. Доходы в городской бюджет выросли. Правда, не на много, всего на 4,5 миллиона рублей. Дополнительные деньги потратят на ремонт Дворца культуры в Кировском округе и покупку квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий семей с инвалидами. Учитывая, что стоимость однокомнатной квартиры в Омске начинается от 1 миллиона рублей, повезет немногим. Поддержали депутаты и идеи еще до принятия проекта бюджета утверждать перечень дорог, планируемых к ремонту в следующем году. Осенью намерены составлять списки, зимой готовить проектную документацию, весной объявлять торги и начинать работы. Чтобы нам в дальнейшем не заниматься таким авральным ремонтом, как в этом году, латать дыры и даже целиком дороги асфальтировать, но не проводя реконструкцию. Чтобы можно было делать ливневую канализацию, оборудовать парковки, поднимать и устанавливать где-то необходимые бордюры. Для этого нужны проекты, которые прошли экспертизу. А вот идею провести инвентаризацию на омских кладбищах и сократить размер участка земли, выделяемого под семейные захоронения, депутаты не поддержали. При этом, напомню, имеющихся резервов земли на омских кладбищах хватит всего на три года. Нехватка средств финансовых в бюджете на проведение инвентаризации, потому что это не дешевое удовольствие. Порядка 70 миллионов нам администрация озвучила, что эти работы будут стоить порядка 70 миллионов. Но в конце концов, можно это начинать не на всех кладбищах одновременно, а можно вести это поэтапно. Кроме того, депутаты обсудили правила отлова бездомных собак. Начальник правового управления Омского гурсовета Денис Галушков отметил, что над этим вопросом хотели поработать и общественники. Такое право им будет предоставлено. Документ рассмотрят позже, уже с учетом предложений, вынесенных общественниками. Кроме этого, омские парламентарии на первом заседании в сессии попрощались со своими коллегами, выбранными в законодательное собрание. Напомним, Владимир Березовский, Антон Берендеев, Вячеслав Васильев, Игорь Антропенко и Валерий Кокорин больше не являются депутатами Омского гурсовета. Ольга Качкурова, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.